Сегодня 1 марта и первые весенние пчелки. Такой красивый отель. А напротив Кемер Стар, в котором мы остановились. Эти цветочки на Санцепёке уже отцветают. В марте так активно цветут оничины глазки. И вот это дорога к морю. Ароматные лимончики болтаются на ветках. Тель Кемер Стар находится не очень далеко от моря. И питание здесь только завтраки. Он очень маленький. Здесь, наверное, 60 с небольшим номером всего. Вот справа это ресепшн. Здесь бесплатный интернет. Он очень медленный. Внутренний дворик. Там находятся номера. Летом на этой площадке в обрамлении зелени будут стоять столики для завтрака. Сейчас же мы кушаем утром в помещении. Отель очень скромный. Бассейн ещё не работает. Ещё не сезон. Потому что ещё прохладно купаться. Ну, вот так примерно выглядят номера здесь в отеле Кемер Стар. Ну, телевизор вряд ли придётся включать. Хотя канал на русском есть. В каждой комнате находится небольшое зеркало с тумбочкой. Мы захватили книжечки почитать. Марину Серову, Елену Яковлеву. Конечно же, классику. Вермонтова, Теодора Драйзера. Абинзон Круза. Простой Мориме. У нас есть даже книжечка. Лукам у лукоморья. Гейченко. Это о Пушкинских горах. И о лекарственном растении золотой уз. Есть также ещё и земля Санникова обручева. И Зощенко. Вот в этом зале мы завтракаем. И все вот эти двери, за ними находятся номера на первом этаже. Второй этаж и третий. Отель небольшой. Всего здесь 60 с небольшим номеров. Завтрак хороший. Нам понравился. Из зала два выхода. Кемер Стар, как и в любом другом отеле в Турции, бывает нарезка на завтрак. Состоящие из сырок, колбаски, помидоры, огурцы и оливки. Здесь оливки чёрные и зелёные. Вареница к чаю, салатики. Два салатика овощных. На завтрак всегда горячие. Варёные яйца и какой-нибудь омлет. Один раз бы были баклажаны. Ну и супчик тюре подаётся на завтрак. Я его ни разу не трогнула. Ну вот появились столики у бассейна. Их не было. Потеплело и появилась возможность завтракать у бассейна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok